Приветствую вас, уважаемые друзья! Меня зовут Константин Ок, и в этом видео мы посмотрим на функции сервиса SuperSM. Это будет быстрый обзор. За короткий промежуток времени я постараюсь показать все самое основное, чтобы у вас сложилось общее представление о том, что это за сервис. В сервисе присутствует большое изобилие функций, и вы убедитесь, насколько он может быть вам полезен при вашей работе. Давайте начнем. Вы уже видите демонстрацию моего экрана. Само расширение уже установлено. Здесь есть значок с буковкой S. Как видите, сервис работает прямо с вашей странички ВКонтакте. Здесь появляются иконки, которыми вы управляете. Также они появляются, допустим, вот здесь в постах и в других местах. То есть всегда под рукой у вас будут функции, которые вы сможете запускать, автоматизируя вашу работу. Давайте начнем уже знакомство. Зайдем в настройки. Здесь сразу есть список модулей, которые можно вызвать. То есть вывести необходимые иконки, отключить ненужные функции и вообще платить только за те функции, которые вы выберете, что очень удобно. Давайте уже перейдем, собственно, к самой демонстрации. Начнем по порядку. У нас здесь первый модуль аккаунты. Этот модуль позволяет вам подключить свои другие аккаунты от соцсети ВКонтакте. Также можно подключить от Инстаграма. И на данный момент, на момент снятия этого видео, это все. Дальше у нас будет еще подключение аккаунтов Facebook и Одноклассники. В этом модуле вы можете читать переписку. То есть вам не нужно перелогиниться. Видите входящую переписку, можете отвечать. Также у вас появляется возможность использовать Директ с компьютера. И, в принципе, использовать Инстаграм полноценно уже с компьютера. То есть сюда загружать все, делать все то же самое, как будто вы делаете это с мобильного телефона. Также подключив этот модуль, у вас появляются другие возможности. То есть вот эти все аккаунты вы можете настраивать, менять здесь аватарки, публиковать посты на ваши дочерние страницы. То есть вы можете взять какой-то пост, нажать меню, все аккаунты. И здесь можно сделать репост на все аккаунты, поставить лайк всем аккаунтам. И даже вы можете написать комментарий к этому посту от имени вашего аккаунта и выстроить цепочку этих комментариев, что иногда бывает очень полезно. Давайте двигаемся дальше. Мы сейчас просматриваем быстро. Есть полные обзоры на все. Например, здесь в меню есть кнопка видеоинструкция. И даже в каждом модуле есть такая кнопочка, с помощью которой можно вызвать видеоинструкцию абсолютно на все модули. Давайте дальше двигаться. Модуль VKgram, очень удобная штучка. Она позволяет вам импортировать истории из вашего аккаунта Инстаграма в ВКонтакт. То есть вы в Инстаграме сняли историю и через какое-то время она появляется вот здесь. Здесь есть ручная и автоматическая публикация. Сейчас стоит ручная, то есть история появилась, я могу ее опубликовать. И она, собственно, у нас появится ВКонтакте. Все это делается на автомате с достаточно небольшим промежутком времени. Двигаемся дальше. Следующий у нас модуль Команда. Здесь у меня уже создана команда. Долго не буду рассказывать про модуль Команда, потому что это достаточно большой модуль и у него обширный функционал. Основная цель модуля Команда, чтобы вы могли объединить ваших менеджеров, коллег в единую команду. И для всей команды, которая подключена, будет единая CRM-система, единая база заметок. Вы сможете какие-то задачи ставить. То есть этот модуль нужен для объединения людей, для централизованного управления. Позднее я продемонстрирую модуль заметок и CRM-системы, как там работают команды. Поэтому, опять же, здесь есть полный урок, чтобы посмотреть. И двигаемся дальше. Простая функция очистки. Нужно для того, чтобы почистить ваши аккаунты. На этом аккаунте немного друзей, чистить нечего. То есть система удаляет всех заблокированных, удаленных пользователей. Можно перевести всех в подписчики, почистить диалоги, почистить сообщество. То есть эта функция просто очищает ваши аккаунты, поскольку собачки в ваших друзьях портят рейтинг вашей страницы и вашей группы. Следующий у нас модуль парсинг. Я думаю, для тех, кто знаком с этим названием, они прекрасно понимают. Для тех, кто еще не сталкивался с парсингом, возможно, можно пока и не вникать, что это такое. Для тех, кто знает, это достаточно простой модуль, где мы можем бить ключевое слово какое-то или слова, найти группы с этими ключевыми словами и спарсить аудиторию, чтобы потом использовать в других модулях или в других системах. Но в основном этот модуль используют несколько иначе. Как его могут использовать? Допустим, у нас есть какой-то пост. Под этим постом есть активные комментарии или лайки. То есть мы точно знаем, что там активная аудитория. Мы нажимаем меню и есть функция «Собрать куста». И мы собираем прямо активную аудиторию, там файл, либо в другие наши системы. И с этой аудиторией гораздо лучше работать, чем когда вы парсите группу или какие-то страницы. То есть смысл этой функции парсинга – собрать именно самую горячую аудиторию с нужного вам места. Вы можете это сделать с любой страницы. Заходите на страницу человека, нажимаете вот на эту иконочку и здесь уже собираете все со страницы и дальше используете. Это можно делать в группах, в чатах, в комментариях. То есть практически откуда угодно вы можете собрать самую свежую аудиторию. А здесь, кстати, вот виднеется, вот эта часть – это у нас теги. То есть мы можем взять и любого человека помедить тегами. Что-то дописать, что вам потом напомнит о том, что это за человек. То есть дать ему какую-то метку, ярлык. В данном случае у нас как раз включен режим команды. Вот здесь иконка TM. И поэтому у нас два здесь ряда. Наверху – это команда. То есть все люди, которые подключены в команду, будут видеть вот эти теги. А если сверху удалить, то этих тегов уже не будет видно. И здесь написано, какой пользователь ставил эти теги. То есть все будет видно. Если мы отключим командный режим, то будут у вас только личные теги. Здесь есть общие заметки. Можно это все фильтровать, искать, настраивать и так далее. Дальше давайте смотрим. У нас модуль пост тоже достаточно известная функция. Я думаю, все с ней знакомы. Система отложенного постинга и кросспостинга. То есть у нас есть календарь. Мы можем на любой день запланировать какой-то пост. Выбрать группы, куда мы это опубликуем. Аккаунты. На момент снятия этого видео доступно только ВК. Но вот совсем скоро, буквально через неделю, будут доступны одноклассники. И потом уже будем двигаться в Facebook и Instagram. Также здесь можно разместить на ваших аккаунтах дополнительных. Только это будет уже не как репост, а будет как полноценный пост опубликован. Ну и какие-то другие настроечки. Также можно еще, что удобно, выбрать тематику поста. И в таком случае он пометится каким-то индикатором. В данном случае вот синий пост. И вы будете уже знать, это какой новостной, там развлекательный пост. То есть у вас здесь на календаре будет видно, какие посты, когда вы размещаете. Чтобы не переделать много продающих или много новостных. Также здесь что еще? Можно загрузить пост, если у вас есть какие-то сохраненные посты. Здесь у меня нет аккаунта. Давайте я покажу, как это делается. То есть мы берем какой-то любой пост. Заходим в меню и нажимаем «Сохранить пост». Таким образом мы можем сохранить пост в нашу личную базу и потом в любой момент его загрузить. Или мы можем скопировать пост. Если мы нажимаем «Скопировать», то у нас подгружается вся информация с поста. Мы выбираем, опять же, куда его публиковать, на какие страницы. И таким образом мы можем быстро перемещать контент из одного места в другое. И при необходимости, если надо, его отредактировать. Так, двигаемся дальше. Кстати, про VKgram забыл упомянуть функцию, что можно загружать истории прямо с компьютера. Вот здесь иконка. Нажимаете «Историю». И самое интересное, что вы можете добавить ссылку. То есть вы можете на загруженную историю добавить ссылку. И потом загрузить файл, который соответствует этим форматам. Таким образом у вас будет история. И на нее можно будет кликнуть, и будет переход. К примеру, можно подключить ссылку на какую-то страницу подписки, либо на вашу страницу, либо на группу, или еще куда-нибудь. Сейчас можно так делать только с мобильного телефона. С компьютера загружать истории со ссылкой невозможно. Через сервис это можно будет сделать. Дальше у нас будет модуль CRM. Уже подходим к концу. Кстати, еще раз хочу обратить ваше внимание, что вы видите функции именно на момент снятия этого видео. Но сервис постоянно развивается. Мы добавляем новые модули. Именно по просьбе наших пользователей мы каждый месяц прибавляем какие-то новые функции или модули. Поэтому следите за новостями. Обязательно пишите нам свои идеи, чтобы мы могли их реализовывать вот в таком удобном инструменте. И в других наших продуктах. Это, кстати, SuperSMM не единственный наш продукт. Просто это видео именно только о нем. Но давайте вернемся к модулю CRM. Запустим. CRM нужен нам для того, чтобы мы могли оцифровать всех наших клиентов. Мы, допустим, заходим на страницу человека. И вот здесь слева наверху от фотографии есть иконка. Она есть, в принципе, в любом месте, где есть фотография. И мы можем здесь настроить статус человеку. Здесь у нас есть оплаты, статусы, различные действия, досье человека. То есть при выборе статуса человек сразу появляется в системе. И есть еще удобные вещи. Давайте в настройки зайдем, посмотрим. Есть такая штука, как управление статусами, где на каждый статус, который вы создадите, есть дополнительные возможности. К примеру, когда вы ставите статус, если активирована вот эта сердечка, иконка с сердечком, то человеку сразу поставится лайк, тут добавится в друзья, отправится в файл, приглашение в группу придет или сделает какое-то еще отложенное действие. То есть система будет за вас делать различную рутинную работу, которая значительно ускорит вам все процессы. Есть тут статусы оплаты, где вы можете ввести небольшую бухгалтерию, чтобы система запоминала, кто что оплатил, когда и так далее. Также вспоминаем про модуль команды. Если у вас есть команда, то вы можете нажать вот сюда на значок TM, и активируется режим команды. Поскольку в команде у нас никого нету и действий никаких не делалось, вот мы можем опять Ирину добавить в команду, и она появится уже в командном режиме. И все, кто подключены к команде, они увидят этого пользователя со всеми данными. Здесь также будет видно, кто добавил, когда добавил. То есть есть история оплаты, история действий. Вот видите, здесь история команд. То есть то, что делалось в команде, обязательно учитывается. То есть вы всегда будете знать, какой ваш менеджер или член команды сделал то или иное действие. Здесь также есть рассылка, есть календарь для всех запланированных мероприятий. И также другие инструменты, которые чаще всего присутствуют в CRM для более удобной работы вообще с клиентами. Здесь все присутствует, и модуль постоянно расширяется. Поэтому подробнее смотрите уже в видеоинструкциях. Кстати, есть еще одна волшебная кнопочка. В CRM она находится вот сразу над иконкой видео. Она показывает все новые изменения в этом модуле, поэтому вы всегда можете увидеть актуальные изменения во всех модулях. Иконка здесь изменит. Если будет какое-то новое изменение, вы увидите там индикатор. Откройте и почитайте, что же нового добавилось в том или ином модуле. Совместно с модулем команд, давайте, точнее с модулем CRM, давайте команды пока отключим, есть еще очень удобный модуль, модуль сообщения. В каждом диалоге вот здесь внизу появляется дополнительное меню, и когда вы начинаете что-то писать, видите, он подсвечивает вам дополнительные варианты, которые у вас заранее заготовлены, и вы можете выбрать уже сразу готовый ответ, видите, здесь имя сразу подставилось. Есть супербыстрые сообщения, вот мы можем просто взять, набрать какой-то нам актуальный, важный текст, создать там для него какую-то специальную иконочку, добавить, и здесь на панельке они выводятся, то есть это более удобная альтернатива Ctrl-C, Ctrl-V, то есть мы при нажатии отправляем вот здесь уже записанное сообщение. Тут даже для тех, кто случайно пишет на английском, есть кнопочка, которая поменяет текст на русском, но это уже больше так, для баловства. А также для баловства можно быстро искать какие-то гифки по контакту и по сервису гифи, то есть вы просто вводите ключевое слово, он вам подбирает гифки, вы отправляете. Гифки вообще всегда очень улучшают любые диалоги, ну, так сказать, вашим собеседникам это может понравиться. Есть воронки сообщений, есть быстрые действия, то есть если зайти в настройки, у нас здесь быстрые сообщения, супербыстрые сообщения, быстрые действия, быстрые действия, удобная штука, то есть мы здесь вбиваем в ключевые слова. Если человек пишет какое-то ключевое слово, то мы можем запрограммировать на него сразу какой-то развернутый ответ. И вам не нужно будет это с самого начала набирать, например, человек может спросить там, как вам добраться, а у вас на слово там адрес, как приехать, как добраться. Есть какой-то ответ, где уже вписан адрес, подробный телефон, и вы еще карту туда сразу прикрепили, чтобы человеку было максимально удобно. То есть у вас это займет секунду, а человек получит большой и красивый развернутый ответ. Очень удобно, если у вас много диалогов, и вы работаете именно над качеством диалогов. Есть воронка сообщений, это если у вас какие-то есть скрипты продаж, то можно и сюда вбить, и, собственно, вот по ним двигаться, они будут выдвигаться. Это шикарное дополнение к модулю CRM, ну и без модуля CRM работает также великолепно. Давайте двигаемся дальше. И у нас последний в списке этом чат-бот. Чат-бот, я думаю, тоже многим знакомо это название. Его можно подключить в любую группу. В основном все думают, что чат-бот что-то это сложное. И действительно, в современных сервисах настроить чат-бот это прямо целый подвиг. У нас это делается буквально за две минуты. То есть все, что вам нужно, это выбрать группу, куда подключить чат-бот, дать ему разрешение. И все, дальше вы уже его настраиваете вот в таком простом интерфейсе. Нам нужно ввести текст приветствия. И дальше мы просто создаем кнопочки. То есть добавить кнопку, название кнопки. Я уж не буду писать, просто на клаве понажимаю. И написать текст ответа, выбрать цвет кнопочки, добавить там файл. Здесь можно еще имя добавить. То есть все можно сделать, сформировать саму кнопку и сформировать ответ на нее. И таким образом мы можем создать несколько таких кнопочек, сколько позволяет система. Можем сделать тут их, допустим, большими, маленькими. И здесь прямо вот в этом интерфейсе мы можем посмотреть, как это будет работать. То есть мы нажимаем на кнопку и здесь сразу отправляется вот тот ответ, который там запрограммирован. Вот, давайте вот сейчас прямо поменяем. И видите, меняется. И если нас все устраивает, примерно вот эта область, она показывает, как человек будет видеть чат-бота в группе. То есть мы нажимаем применить и включаем этого бота. Давайте сразу для примера посмотрим. Это у нас тест трибл группа. Заходим в эту группу, пишем написать. И вот эти кнопочки, которые мы сделали, человек на них нажимает и сразу появляется ответ. Все крайне просто, но значительно это повысит конверсию в ваших группах. Ну что ж, мы с основными модулями разобрались. Модули будут еще добавляться. Здесь есть также партнерский кабинет. Если вы хотите рекомендовать наш сервис и получать вознаграждение, удобно можно написать в техподдержку, сразу получить ответ. Никуда не нужно переходить. То есть все работает в браузере. Можно всякие советы, предложения написать. То есть вы пишете нам свои пожелания, мы потом это все рассматриваем. И самые там частые пожелания мы уже добавляем в систему. Есть также уведомления. То есть все уведомления прилетают опять же к вам в программу. Вам никуда не нужно уходить, ничего смотреть. Все у вас всегда под рукой. Ну что ж, пожалуй, на этом быстрый обзор мы можем закончить. С вами был Константин Нок. Смотрите новые видео, ожидайте новых функций. Не забывайте нам писать. А главное, работайте с удовольствием вместе с Супер СММ. До скорой встречи. Пока.